Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 798. События дня. Откровение 22.17. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший, да скажет, приди. За 19 февраля 2018 года. Антон Пьянкин, как же так с романом получилось? Не думаю, что он какой засланец. Хотя и странно. Желание оставаться в Потеряевке, не принимая людей там живущих. Это либо борьба внутренняя со злом, либо действительно у человека есть план. Но опять же скажу, роман не представляет собой по внешнему виду человека, который имеет какую-либо концепцию разрушения. Больше похоже на стихийное махание шашкой. С Украины расколы идут и идут. Что же людям в мире не живется? Именно оттуда это все. Оттуда. Все ереси, все с Украины. Украина сегодня крайне неблагополучная страна во всех отношениях. Но мы проехали до Лиссабона. Турцию прошли. Нигде нет таких хапух, как на Украине. Дай, дай, дай. Уже все дали, отдали. Дай мне. Придирается ни на чем. Приходилось давать. Так, Игнатий Лапкин. Мир вам, Сергей Александрович. А, ну это уже этому я не стал говорить. Говорит. Ты увидишь, что по роману. Ты думаешь, два варианта. У меня сегодня уже один вариант остается. Это специально именно такого, по внешнему виду, привлекательность, там обо бороду отпустил. А божественного-то там оказалось, на понюшку не хватило. Все разрушено. В один день перемениться, крещение принял, причащался. Я думал, священник не такой, патриархия не такая, патриархия еретик, президент не такой. Ну, то есть, смута. Ну, буквально не бывает так. Бывает постепенно или как-то. Он рядом был со мной. Конечно, у него прорывалось до этого. Ему трудно было удержаться. Но мы же работали рядом. Никогда не было, чтобы какое-то подозрение вызвало. Я до конца не утверждаю, что специально это тренировали его так. Но в характере человека это два развода, и нигде мира нет. Как это так? Дальше. А это Сергей Александрович Новиков прислал мне очень хороший вариант, отверженный Викторией Гуго. Я покажу даже. Я с каким трудом доставал этот фильм. Здесь в архивах Алтайской краевой библиотеки. Там переписывать, как трудно было. Ну, и слабенько. Я даже могу сейчас показать. Вот мне вызвали, дали его. Тут где-то посмотри, где ролик такой. А я его, наверное, отослал. Нету здесь уже его? Нету, да? Нету. А вот здесь где-то отверженная есть? Ну-ка, вот она. Посмотри. Ну, сдай звук. Выключи. Потише. Робеспьер, Бонапар. Так. Это вам, наверное, понравилось? Это он несет там по этого Мариуса. Вот он какой-то. Жан Габен. А Жанна Вальжана играет. Вот был бы кто-то другой, говорит, тот и иначе бы не тронуло. А о нем я уже говорил. Тут такая статья большая была написана. Мы можем даже ее прочитать. Вот он. А это Мариуса играет. Фильм «Отверженная». Это один из самых знаменитых мировых артистов. Был бы кто-то посуетливее, меня бы это не тронуло. Вот она. Я просто так, показать временами. Самое... Где он? Чего в записке тела у вас? Вот он умирает. Скажите меня где-нибудь в незаметном месте. Вот. Ну, я просто показал, как, а потом об этом отзывы, какие были отвержены события. Ну, вот, вот, серебрянецкий, наверное. Та попутно все раскрываю. А ну-ка, вот здесь вот, ну-ка, посмотри на букву «Отверженная» есть или нет. Как это реагирует? Я думал, на букву «О». Отверженная. Нету? Нету. А серебрянецкий на букву «С». Коломанова пара «С». Серебрянецкий. Нету? Серебрянецкий. Нету, да? Нету. Ну, еще я могу сказать. Нету, значит. А ну-ка, вот здесь вот покажи, посмотреть. Это попутно просчитать, чтобы серебрянецкий. А вот он, нашел. Отлично. Вот видите как. Кирилл Серебрянецкий. Считай дальше. Игнатий Тихонович Лапкин. Бенвеню Габен Христос. Краткое содержание. Так, февраль 12-го, 2012-й год. Религия, Франция, христианство. Кавычки открыты. В 1884 году Мириэль был приходским священником Бриньоли. Он был уже стар и жил в полном уединении. И задолго до коронации какое-то незначительное дело, касавшееся его прихода. Теперь уже трудно установить, какое именно. Привело его в Париж. Вот этого священника. Среди прочих власть имущих особ, которым он обращался с ходатайством, за своих прихожан ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю. То есть Наполеон туда приехал. Это дядя, а епископ был дядей его. Почтенный Кюре, ожидавший приемный, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил. «Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?» Государь, ответил Мириэль, «Вы видите доброго человека, а я великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу». Заметь, как он его добрым назвал, он его сразу пустил в дело. В тот же вечер император спросил у кардинала, как зовут этого Кюре. И немного времени спустя Мириэль с изумлением узнал, что его назначили епископом в день. То есть Наполеон зашел, беседу, по важному делу пришел и не забыл, что в прихожей сидит человек-то. Чем он велик-то, этот человек? Он сразу три дела мог делать, Наполеон. Писать закон для страны, которая по сегодняшний день почти весь выполняется. Кроме того, по хозяйству дает и кроме того дает мирового масштаба указы, как готовить войска наступать. Одновременно приходят люди, они знали, он занимается, его не трожь там, нет. Дальше. Шармель Ирель, если кто не помнит, он же мансиньор Бендвиню из Отверженного Гюго, 1861-1862 года. Игнать Тихонович Лапкин, знаменитый современный православный миссионер зарубежной церкви, основатель села Общины Потеряевки на Алтае. Сейчас дымно-бородатый, легко сухой, узкий и подбористый старик. Люди православно углубленные, православно восприимчивые, наверное, все о нем более или менее слыхали. В жизнеописании своим Игнатий рассказал, как обратился ко Христу на службе в МФ СССР. Так, военно-морской флот СССР. Кавычки открыты. Показали нам фильм по громаду Отверженный Виктора Гюго. Вот, который сейчас есть. Главную роль Жана Вальжана исполняет Жан Габен. Посмотрели солдатики и, позевывая, пошли спать. Нет ничего интересного. Меня же буквально вобрал в себя этот образ. Как же раньше я этого не знал. Пошел еще раз и еще раз на этот фильм. Потом еще в городе сходил, достал книгу, прочел несколько раз. Нет, ошибки нет. Я все-таки понял. Как хотел автор сказать. Вот она, цель жизни. Так и сказано. Ни один солдат, никого не коснулся. Почему? Я искал. Я проверял. Пошел. В основу узнал, где фильм идет в городе. Еще туда. У меня должность такая была. Разрешалось это. Как увольнительный каждый день. Текстик. Смотритель воинских зданий. Ракетный хвост Дальнего Востока. Спасти не жизнь свою, но душу. Вот главное. Еще интересно этот самый момент, когда он умирает и говорит, как ты много страдал. И вдруг распятие Христа с угла на угол по экрану. И говорит, нет. Это вот он. Великий страдалец. Сейчас этого в фильме нет. Вырезали. Я многим говорил. Может быть из-за чего вырезали. Ну видимо из-за того, что моя тоже какая-то роль в этом есть. Сказали, так это же действительно так. Как мы фильм-то французский. Ставили Франция из Германии. Это фильм двух стран был. И вот дальше. Особенно говорится об этом в главе 13. Выписываю все. В книге говорится про католического епископа Мансиньора Бьенвеню. Он так помечал читанное в книгах. Что делая в еписке. Выписки. В еписке. Находил суть. И Виктор Гюго говорит. Думая, что это было из Евангелия. Для меня тоже слово Евангелие. Что это такое из Евангелия. Такие важные люди. Это тоже себе на заметку. И стал искать. А где слово Евангелие еще? Нигде нету. За дело за живое. Что же это за книга такая? В это время заканчивал учить французский язык. Начал уже читать газеты. Все бросил. Только бы помолиться. Начал прямо говорить, что живем неправильно. Пост исполнял. И когда было что мясное, то менял на компот. Это в армии. Срочная служба. Отправили психиатрию в Хабаровский военный госпиталь. Там выкручивали руки. Вот и поныне еще не нахожу места. Всю вот минуту все ломит. И каждую ночь места не нахожу. Крутили офицеры из политотдела. Или еще из каких органов. Были там. В форме все. К Богу молился усердно. Был уже вовсе рядом. А домашним нашим на Алтае уже сказали, что по радио слышали передачу о вреде религии. И что вот передали Лапкине Игнатии, что он в армии от веры сошел с ума. Гриша Якименко сам это слышал. Якименко. Дали двух солдат. Сопроводили до Барнаула. Сдали тут психушку. Начали галифе надвешивать. Вгонять на пол-литра или больше. Пол-пол-литра. Пол-пол-литра. Или больше в ноги через подвешенные сосуды. Раздуваться кожа начала на ногах. Ты понимаешь, прикинь себе это все. Меня Господь каким путем провел. Еще. Приходил врач со шприцом в руках. И начиналась беседа. Еще ли веришь? Мы тебе так сделаем, что ты позабудешь про своего Бога и про заграницу. А скажем, что ты с ума сошел от своей веры. Вот тут меня уже по-настоящему тревожило. Что будет поношение на веру Христову? А еще ничего не знал. Ну сейчас спроси в армии. В армии служат миллион людей, допустим. Полтора миллиона. Ну кто-то что-то испытал или смотрел? Нет. Фильм смотрели многие. Нет. Почему? У Бога это все вымерено было уже. У меня был поиск. И одна фраза все же по-другому. Точные хроники в своей автобиографии лапки не указывает. В армии он служил 4 года. Родился в 1939. Стало быть где-то с самого начала 60-х. Недра советскости. И тщательная, хотя и неуклюжая, Очередная неудача вечных неудачников исполитбюро. Хрущевское выжигание религии. То есть тогда так, генерала Григоренко, Петра арестовали, он высказался. Генерал, тут же сразу в психушку и все туда. Никипелов об этом пишет, институт дураков книга. Так кажется. Французский фильм Лезе Мезерабле. Тогда совсем свежий, 1958 года. Роли мансиера Мириэля престарелый Фернан Леду. Так, цитата. Вот оно, необратимое вторжение Наполеона в Россию. Его никак не остановить. Это как неумолимо бесшумное течение крупиц в песочных часах. Как пишет он, писатель. Это я в интернете нашел. Два века назад умер император. Спят у сочи гренадеры под знойным песком пирамид. Исчезли войска, исцелили кости и знамена. Ржавчина равно пожирает старинные сигнатуры и старинные богинеты. А вторжение продолжается. Тени в шинелях, в киверах, в керасах укрываются в буквы. Отступает на страницы романов. А оттуда снова, внезапно, через полтора столетия, контратака о воссязаемое бытие. Епископ Мириэль упорный, каменно замшелый ироялист. И при этом вдумчивый, тщательный евангельский христианин, поставленный на кафедру по воле императора Наполеона. При этом, даже не призрак, даже не тень, а лишь буквы, бумага, типографская краска. И минутный разговор его с Наполеоном, выдуман, сотворен ротшерком пера французского классика, сына генерала Первой империи, писавшего этот свой роман в годы расцвета Второй империи. И еще, персонаж, которого сыграл пожилой французский актер. Наверное, внук или правнук наполеоновского солдата, или хотя бы внучатый племянник ветерана Великой Армии. В фильме, который вышел на экраны в год, когда французские офицеры-бонапартисты устроили военный путь в Африке, взяли в заложники территории Алжир и остров Корсику и возвели на трон президента генерала Шарля де Голля, который во Франции считается богопартом 20-го... Бонапартом. Ошибка. ...20-го столетия. Удивительно, если вдуматься, будь этот епископ настоящий... А это выдуманный герой, это его не было, это епископа. ...из плоти, крови и документов, никак не смог бы повернуть судьбу человека в недрах СССР спустя 150 лет после Наполеона. Видишь как? Выдуманный герой, что сделал? Будь внимательна, не закрывай глаза. Дальше. Что католическому епископу, да, осовеченной Хрущевской России. И тем более, какое дело России до католических епископов Наполеоновской Франции. А выдуманный смог. То есть реально бы эти люди, они бы не смогли через 150 лет повлиять на живого человека. Так теперь-то от меня уже другие что-то услышали. Кавычки. Игнатий Лапкин, крестьянский сын из Степного Алтая. Деды с обеих сторон... Деды. Деды с обеих сторон киржаки. То есть старообрядцы, крепкие хозяева, до второжения большевиков, коллективизаторов. К восприятию горячего французского потока с экрана его приуготовила Будничая на старообрядческой молитвенность, державшаяся дома. Тихо, но упорно. И еще немой порыв мальчишеского мечтательного белогвардейства, Томящий безответственности в недрах СССР. О войне с грабителями красными. Как и очень многие, это рыцарско-разбойничье. Робин Гудовское томление, он переживал подросткам. Юношей. Сам он пишет. Кавычки. Все отняли. Для чего надрывалось... Надрывались. Надрывались. Зарю-зарю смыкали. Жили и спали в поле. Бараниш. Барани, да. Бараниш. Жилы вытягиваешь или пашешь в себе. Да людям еще надо, чтобы какую рубль накопить. Это отец мне говорил, его слова я привожу. В этих рассказах я сгорал от пламенного желания мести. Вот вырасту и всем им отомщу за всех. И что бы ни слышал, я уже смотрел через то, что слышал от отца. Когда он вел меня по ранней жизни. А я детскими слезинками заливался сзади него. А он не видел этого. Это в поле были когда. Он переходил в меня. Вот спроси, у кого это было? Вот это горящее желание справедливости. Вот это перерождение. А мне там всего было 5-6 лет. Вот такие Бог давал чувства. Я придумал виды казни этим извергам рода человеческого. Но надо быть сильным. Надо быть ловким. Неуловимым. Добыто ружье. Заряды. Прячась, стреляю прямо с велосипеда на полном ходу. Снимаю одну рукой любого воробья, коршуна. Трачу деньги на ножи. И, пайся коров целыми днями, мечу ножи. Плавать надо. И главное, хорошо нырять. Целые часы провожу в воде. По деревьям лазить. Дома турник. Канат. Шест. Городки. Замучил всех. Рано утром на зарядку. Готовлю свою команду мстителей перестройки. Главное, когда кого убью, к нему не подходить и никогда не оставлять следа. Следа. А кого наказать, это на кого больше всего будет от народа жалоб. Потом выследить и убрать, объявить террор. Потом уже в техникуме записался в секцию стрельбы. 99, 100 из 100 выбивал. Бокс. Успехи были очевидны. Но для чего? Сам себя обрек на смерть. Спать ложился. И под головой нож, топорик, ружье. Рядом всегда собака. Живым не дамся. Прости, господи. Прости. Господи, прости. Это-то да. Оно, конечно. Но Лапкин так и вел, как мог, всю жизнь личную войну против СССР. Без ножа, без двух стволки. Холодную войну. Ту самую, в которой большевики все быстрее отставали. Запинались, путались, яростно тужились. И так срамно были побеждены, наконец. Без единого выстрела. Вот почему так дорог мне Солженицын и Вархипелаг ГУЛАГ. И те, которые на Солженицына говорят, это никто. Отребья земли, у которых ничего за душой нету. Бог дал такого человека. Он и Горбачев смогли убрать эту империю зла. Время срочной службы, 4 года во флоте. Игнатий Лапкин по лингвистической стихийной страсти учил себе самостоятельно французский. Выучив, как он сам полагал, уже немецкий и английский. И тут случайно промерцал с экрана французский фильм, и изменилась судьба. Матрос-проповедник стал знаменит в 80-х, как гонимый за веру, и в лагерях побывал. С 92-го года развернул созидание маленькой общины, которая решительно старается жить дословно, добуквенно по всем 719 правилам вселенских соборов, ни от чего не отклоняясь. В заброшенное было уже деревне Потеряевка. 20 лет ее не было, пустырь был, воробей и крапива. Сейчас Игнатий Лапкин не старообрядец, но в устройстве его общины всюду веет жесткий кержацкий дух спиритуального резистанца. Резистанца – это сопротивление. Партизанского противостояния антихристу. Мушакам бороть не стричь и не ровнять ножницами, ходить рубаху на выпуск, подпоясанную кожаным ремешком. Бабам быть в платках и длинных платьях всегда. Храм сельский только для своих, посторонних не допускают. Матерного слова, пьянства и табакурства никакого никогда. И так далее. Маленько не так, что не допускают, а оглашенные из-за дети, тут ясно дело, кто бы он ни был, даже президент был бы, его вывели. Сейчас Лапкин бурно внедрился в интернет. Оттуда из Потеряевки обильно вещает, проповедует Библию, поясняет, призывает. 9 900 только видеороликов, 13 миллионов просмотров, 14 тысяч подписчиков. Вчера один зашел, 14 тысяч. Да что это за дураки такие, которые подписываются? Вот такие еще есть дураки. Так, Лапкин сейчас совсем не галуман, не франкофон. Да и французский забыл, наверное, за прошедшие полвека. И в молодости Франции было для него только одно из манящих стран. Там за запретным советским горизонтом, опутанным колючей проволокой. Игнат Тихонович писал, что после дурдома, куда попал по почти политическому обвинению в религиозности, поначалу наивно собирался в Москву, а там в ГИМО. Знаешь, что уходим в ГИМО? Наверное, Государственный институт международных отношений? Да. А там уехать на Запад, да и остаться навсегда. Но эту затею скоро бросил. Важно, вот что. Мгновение зарождения, воина, полыхнувшая пожаром искра, которые породили два потока. Остро, тяжко столкнувшаяся тем вечером во время срочной службы. Глухая белая страсть, мщение большевикам. Социальная и этическая, прежде всего, месть, защита угнетенных устремлений и эстетический ливень. Экранная романная Франция, не газетная, а романическая, романная. Франция миф, Франция эпос, Франция сказка. Я тоже это помню. Сила воздействия всего, что веяло от слова Франция. Сам по себе фактор существования Франции, это была предельно действенная, необоримая антисоветская пропаганда. Прекрасная и смелая, как полуобнаженная Марианна в баррикадах, орудие священной холодной войны. Вот что об Франции пишет, а можно выкинуть. Я в Франции слова не повторял, даже и не знал это. Для меня был вот этот Жан Габен и епископ Мариэль. Вот фигуры. А в Франции я-то ничего не думал, а то он сам уже так воображает. Матрос Лапкин, один из нас, из русских, диковинно-советских. Вдруг роковой вспышкой опаленных Франции, прикосновением к Франции, подпавших под тот таинственный энвальтационный трехцветный поток Франции, со времен Петра Великого, излучаемый в сторону России. То тревожный и нежно-деголевский синеющий, то призывно-тржественно-наполеоновский красный, то надменно манящий лилейной бурбонской белизной. Если он объясняет флаг, то я объясняю так. Родился человек, все в крови, красное, синее, думайте о небе. Белый, белый престол, суд. Другое объяснение даю. Вполне возможно. Был бы тогда в облике Вальжана не Жан Габен, а кто-то иной, потусклее, посуетливее, менее наивно-яркий, более целлулоидно-голливудский, и жил бы дальше матрос Лапкин спокойно неверующим простосоветским человеком, и общины Потеряевки не было бы никакой. Ну, то есть я этого не знаю серебрянистского Кирилла никогда. И вот он как пишет, ну, то есть его тоже коснулось о том, что я говорил. И вот теперь я пишу Новикову про этот фильм. Мир вам, Сергей Александрович, вы мне скинули фильм «Отверженный», хорошее качество. Но в этом фильме нет сцены, которая меня и тронула. Это в самом конце. Казетта и Марим Ус, умирающего Жана Вальжана. И они говорят ему о том, как много он страдал. Он же поднимает глаза и говорит «Вот он, великий страдалец, и весь, на весь экран распятие Иисуса Христа». С угла на угол, слева направо, наискось. Не поискать ли где, пусть будет и без перевода на русский, но именно этой сцены не хватает. Она меня и коснулась. Видимо, советская цензура потом и убрала ее. Я уже тогда и не раз говорил об этой сцене. Вот как, смотри, сравнивается. Юрий Соболев, спаси Христос, начало Великого Поста, Игнатий Тихонович. А я как раз подумал, что давно не сообщались с вами здесь, в моем мире. И вот весточка. Неделя прошлая была насыщена. Следил за вашими роликами по отцу Владимиру. Это какому? Головину. Я там немножко сказал на собрании. В середине собрания, и они это нашли у Головина. И тут же от отца Владимира Головина мне привет. Я их пригласил, и все. Как они могли. Так, не наклоняйся. Удобную позу принимайте спать и сразу спите. И оправдывайте это. Роману Малышу. Здесь же встречался с Михаилом. С Домнич. И отцом Константином, Новозыпковская архиепископия. Имели хорошее общение. Пошел смотреть в скайп. Да. А я отвечаю. У Новозыпковских патриархия. Не архиепископия, а архиеп... Патриархия. В стране у нас два патриарха. Александр за патриарха. Кажется, Калинина его фамилия, Александр. Вот они, интересно, как. Старобрядцы, Новозыпковские. А уже Белокринецкая иерархия. Тут давно. И они, однако, по-новому сделали новое себе. Юрий Соболев. Да, свящество законное. Отец Константин рассказывал о вас отцу Якиму Игоря Дубунову. И о Киме. О отца Якиме. Игорь Дубунове. Очень понравилось стихотворение о каноне Андрея Критского. Благословенные рифмы. Ну, я еще дам сегодня несколько стихотворений именно про канон. Ну, как каноне Андрея Критского. Почему Пушкина не написал? Да и век ему это не надо. Ни Лермонтов, ни Блок, ни Некрасов. Никто. А у меня он несколько раз встречается. Я могу сказать потом сколько. Сейчас я не подготовился. Артур Алехин. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Посмотрел ваш ролик про собрание. Извиняюсь, что лезу не в свое дело. Но если я правильно понял, то у вас вообще не есть какие-то журналы, амбарная книга и так далее, которые ведут для учета душ и, вероятно, всего остального. По какой-то причине забыли записать туда романа. Опять же, насколько я понял, это неофициальный документ. Тогда почему бы не ввести это в электронном виде? У вас же есть компьютер. Это бы значительно все упростило. И со счетом, и с поиском, и так далее. Еще раз извините, что лезу не в свое дело. Просто стало очень интересно. Ну, записывают всех там. Приехали из Германии. Адрес записали в книгу. Какой интернет-то? Ничего и не было. Тем более, там записывают. А когда люди приехали в лагерь, а там у нас вообще ничего нету, ни компьютеров, ничего нет. И не подходит это дальше. Замечание верное. Дело в том, что сначала роман был в лагерестане. Там, очевидно, и была запись. Но из-за нападок распотребнадзора я ликвидировал лагерестан. А документы все куда-то положили, потому что лагерестан уже никогда не сможет быть таким, каким был. Теперь в частных домах приезжают с родителями в гости. Кто бы мог подумать, что такая история произойдет с романом. Он оказался совсем неверующий. Страха Божия нет, а есть обычная хохлядская злоба и смута бесовская. Он тяжко, духовно больной и как бы чего не сотворил хуже прежнего. Крайне неблагодарный. Подозревает, что специально подготовлен был такой человек, и ему ничего не стоило в течение одного дня, перед выборами президента РФ, начать строить рожи и хулить все, что было и есть святое в церкви. Он, похоже, бесноватый на всю крышу. Алектура Лехин. Мне кажется, версия, засланную казачком, слишком сложная. Исходя из того, что он кратко, но все-таки упоминал про детство, можно предположить, что ему крайне не хватает внимания. Не с точки зрения банального нарциссизма, а на более глубоком душевном уровне. Мне кажется, у него в душе рана, и проявление ее желание быть полезным, желание быть похваленным, желание кардинально отличиться. Поэтому он цепляется за все, что очевидно, неверно, и идет вразрез с наукой, с религией, в вашем случае, и так далее. Лично мне его очень жаль по-доброму. У его души очевидная большая, но еще рана. Однако, скорее всего, он не может подвергнуть это явление анализу, иначе бы он с этим боролся. Иначе бы он с этим боролся. Иначе бы Лапкин. Тут иной случай, не шаблонный. У него со всеми были прекрасные отношения. Он еще в январе 2018 года причащался. И вдруг, в течение одного дня, все предал забвению. Встал утром и начал вести обешенную войну, поношение. Объявил всю патриархию и всех до единого еретиками. Отца от Киакима, от которого и воспринял святое крещение, от него причащался недействительным. Бросился выискивать в моих книгах криминал и объявить меня вне закона. Нет, ему не нужно ничьей ласки, поддержки. Он из кожи вылупается, чтобы кому-то доказать, что он выполнил задание. Мы молимся. Вот это чувство безысходности. Тут управляются. От хулы. Хулы его на церковь Христову. А это и на Духа Святого. Потому нет таким прощения. Матфея 12.32. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему. Не всем веки не в будущем. Евреям 10.25. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. Но будем и вещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте по приближению дня онова. То есть он не верит, что суд Божий тобой. Иначе разве он безумствовал так? Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертв за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярости огня готово пожрать противников. То есть у него впереди ничего, кроме 27 стиха некат. Отверзшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью. То скольте к чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и Духа Благодатья оскорбляет. Ну как так? Он крестился, верил, что грехи прощенные, и вдруг ничего не было? Мы знаем того, кто сказал, У меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога Живого. Евреям 6.4 Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших... Отпадших невозможно! Что? Опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. То есть невозможно, я не верю в его покаяние, не верю, нет у меня веры. Да вы еще примиритесь, у вас будет... Нет, не во мне дело-то, дело в том, что он все хулит. Хулит все церковное. Можно. А сейчас, что толкование, тут покаяние имеется в виду, как повторное крещение, именно в данном случае. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезны тем, тем, для которых его сделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Артур Алехин. «Наверное, вам виднее, вы же с ним Бог, а у Бог жили». Гнати Лапкин. «Его нахождение рядом нейтрализовало нечистую силу». Он был около меня рядом. Представь, мы каждый день встречались, работали нигде, никак он не проявлял это. Всегда веселый, радостный, как будто так нет. Стоило отойти и все. Дальше я отвечаю. «Как это понять?» Он спрашивает меня, «Как это понять, Артур? Как это понять?» Я отвечаю. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назорянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». И скажет, «Так ты чего, Христос? Христос, говорит, больше моего сотворит, верующий в меня. Ничего нет такого дальше». Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи, выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, вскричав громким голосом, вышел из него. Вот он громко через интернет, там еретик, все это православные, никто не заставляет делать, он не может остановиться. Его как маленькую собачонку на цепи об забор бьет, сатана и все сейчас. Он вообще не понимает, что делает. Он из-за меня приехал, познакомились, что другое. Это сейчас вся сила брошена только на меня, он даже батюшку не трогает. Теперь. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это? Что это? Что это? Что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевается властью, что и они повинуются ему. Да, и верующим дает такую власть. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вот так. И с ним хорошие отношения были, повторяю, он нигде не проявлялся. Рядом были бы, это нейтрализовало его, сатана не мог его взять. Вот я уехал в город, я только к этому отношу, почему раньше не было. И связано это именно с президентскими выборами. Александр Бережной. Спасибо большое, я все знаю, каждый день смотрю ваши видео. Был на занятиях, но один раз не получилось зайти по работе, и меня Сергей исключил. Ну так тому и быть, берегите себя, здоровье. Володе и Никите большой привет, они очень хорошие люди. Вот так. Игнатий Лапкин. Занятия будут с пятницы, исключают, потому что бывает больше нормы и не тянет система. Ну сегодня у нас во вторник, всегда четверг, Андрей Критского у нас канон считается, как раз в то время, когда идут занятия по скайпу, и Сергей тут же. Вот поэтому дальше. Вопрос 704 вторым томом, открытым оком. Это мне тут написали, они в интернете пользуются моими вопросами, а вопросов 4124. Всему счет, математически. Если отлученный, исповедавшись, внезапно умрет, безусловно, не причастившись, так как он был отлучен, то может ли он спастись? Это я за кафедрой в университете и спрашивают. Ответ. Относительно причастия пишут целые книги, и ему придают такое значение, о каком нет намека в Евангелии. Причащение дает жизнь, как кровь донора больному. Вот это сейчас бы дали ответить там, которые священники, Осипов, все ответят по-другому. Не позволяя даже глаза закрывать так. Доступ к нему дарует исповедание, как дверь. Священнику дано право решать, согласно канону, допускатель, раскаявшегося до причастия. Или продолжить томление его за дверями. Естественно, что если бы святые отцы предполагали, что исповедавшийся внезапно умрет, и не причастившись, от этого может погибнуть, то о никакой эпитемии не могло быть бы и речи. Уже давно вошло в практику причастить больного, тем более умирающего, во что бы то ни стало. И если священник по какой-либо причине не сможет этого сделать, то на него накладывается прещение. Такой перекос, гиперболизация причастия не подтверждается ни Евангелием, ни смыслом, так как умирающему уже и не нужны силы для жизни. То есть человек причащается, и чтобы сила жизни была, сила, то не будет иметь в себе жизни. Не для прощения грехов-то. Откуда это взяли-то? Что в причащении прощения грехов нигде нету, даже намека. Дальше. В душе человек не отрицал, но не имел возможности причаститься из-за сложившихся обстоятельств. Спасение человека от этого не зависит. Священнику необходимо делать тщательное расследование того, жил ли человек во Христе, любил ли Бога и Библию. А у нас так рассуждают. Как бы ни жил, но успел причаститься, значит, все в порядке. Все делали, все сделали, как положено, как лотерейный билет. Во всех посланиях и деяниях апостолов нет даже намека на такое отношение к причастию. Вот, заметь, это одним тоном считаешь. Я вот это вот, говорят люди так, все сделали, как положено. Теперь мой ответ, как лотерейный билет. Во всех посланиях и деяниях апостолов нет даже намека на такое отношение к причастию. Ты как-то безразлично считаешь-то. Ты видишь это в кавычках, а это отдельно. Отдельно. Так, Игнатий Тихонович, я правильно понял, что если отлученный за грех человек томится за дверями, то он томится за дверями церкви? Христос во второе свое славное пришествие придет за церковью. А отлученных в ней не будет, значит, отлученные пойдут в ад. Ваши общины отлученные за грех в коридоре стоят годами. Это я теперь отвечаю. Это мне вчера вопрос задали по моему вопросу, вопрос. А теперь я отвечаю. Да я и сам там стоял и плакал. То есть, стоял и плакал. То есть, не отлученный, ничего, я просто там среди них был. Я не был отлучен ни на один день. Но я не вижу сегодня в коридорных желания вернуться в ряды верных. Их как будто все устраивает. Или они думают, что раз они в храме, значит, в церкви Христовой. Я недавно беседовал с сестрой Виктором Андреевичем о ее сыне Вадиме. Он сейчас ходит, все, с оглашенными выходит. Она считает, что не важно, где сын стоит на литургии. Главное, что он в храме. И по ее мнению, он такой же член церкви и имеет полную надежду на спасение. Видишь как? И дальше показывай, откуда это есть. Матюшин Алексей. Если я прочитаю первые два дня весь канон, то в течение недели его не нужно повторять? То есть не четыре дня разделенные, а вот сделай на два. Игнатий Лапкин. Может быть и так, но для чего делать не по установленному церковному? По установлению церковному. Нужно крепкое обоснование своих поступков. Писаться. Писаться в практику церкви. Евгений Трапко. На фотографии на белом листке, который я держу, написано «Игнатий Лапкин отрыл мне дверь в православие». Фразу отрывателей «Дверь в церковь православную» я взял из книги Сергея Иосифовича Фуделя «У стен церкви». Он писал, что у него на жизненном пути встречались такие люди, которые открыли ему дверь в церковь. У меня дары разные, но Игнатий дан дар такой. Я хотел сказать, что я все время стоял на пороге. Порог такой широкий в Пахровском соборе. Это самое опасное место. И это мне дало размышления. Колодец, когда делаешь, сруб целый. И который под водой и над водой. Но в момент, где вода то выше, то ниже уровень, она быстро сгнивает. Почему? Перепад температур. Я стою у двери. Самое опасное. В храме тепло, и дверь открывает все время. Холод. Холод. Опять тепло, холод. Вот здесь самое трудное. На уровне, где приходят люди к Богу. Я из этого делаю заключение. Для меня таким стоящим у двери в лабиринте жизни оказался Игнатий Тихонович Лапкин. Это пишет человек из Иерусалима. Сергей Игнатов. Мир вам разделяет суждение Евгения Трабко. Я знал не многих любящих Бога людей при их жизни, а знающих Слово Божие. Только одного нашего наставника во Христе. То есть, любящих Бога много встречал. А чтобы вот так вот любили и знали Слово Божие, нет. Это даже Андрей Куроев подчеркнет. Почему? Без остатка. Я это искал, нашел и всю жизнь посвятил этому. Борис пишет. Виталию Калиникову. Ты много уже смонтировал роликов о людях, побывавших Игнатия Тихоновича в Потеряевке. Вопрос. Почему не сделаешь ролик о своем пребывании в Потеряевке? Интересно. Как ты видишь себя со стороны? Твое понимание. Почему Игнатий Тихонович отправил тебя домой? То есть, выгнал. Почему? Евгений Трапков. Я хочу выразить огромную благодарность нашему дорогому брату во Христе Виталию Калиникову. А именно, за проделанный труд видеомонтажа от баптизма к православию. Евгений Трапков, первая часть. Это название этого фильма. Я уже поставил его. Столько много интересных и подходящих вставок начинает стихов Игнатия Тихоновича. Заканчивая обращение двух тысяч протестантов православия в Америке в 80-е годы. Вот возвращение домой Питера и Гилквиста. Смотрел с огромным вдохновением, не мог оторваться. Будем молиться, чтобы у тебя не иссякло вдохновение делать запис... Делать, записывать беседы и монтажировать видео в таком интереснейшем формате. Ну что сказать? Аллилуйя! Слава Христу! Борис. Я думаю, что все с нетерпением будут ждать выхода твоих роликов. Вот как? Какая-то женщина пишет. Слышала, что у вас на первой неделе Великого Поста в этом году ввели нечто вовсе уж новое, переделанные по своему канон Андрея Критского. Что это такое? Для чего нужно, когда столько лет веков во всех храмах молились по церковнославянскому канону и были все довольны старым Великопостным каноном Андрея? То есть, 1200 лет простоял он не тронут, а я его разворошил. Пояснение для разрешения недоумения относительно возникновения сего канона. Игнатий Лапкин. Молита бывает трех видов. Первое, начальное, просительное. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Иоанна 16.24. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Иаков 4.3. Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это и есть самая примитивная детская молитва. Дай хлеба, дай здоровья, дай успеха, помоги спастись. Вторая ступень молитвы более возвышена. Благодарственная. Когда человек все принимает как дар. Радость и скорбь, рождение и смерть. Первый в Солоннике, сам 5.18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божьего Христа. Или благодарность, благодарите. Иов 2.10. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе, мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Это жена его подбивала. Похуоли Бога и умришь, он убил тебя, чтобы не страдать. А что за гробом будет, это не важно. Это молитва рожденных свыше. Молитва стремящихся к совершенству. Молитва, украшающая путь Царства Небесное, приготовляющая человека к подавлению Богу. Первые два вида молитвы возможны и на небе. До страшного суда. Откровение 6.10. И возопили они громким голосом, говоря, доколе, владыка, святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Третья самая возвышенная молитва, словословие, подобление ангельским чинам. Человек ничего не просит. Он все принимает и целует руку дающего. И восхищает, став совершенством Создателя. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вопрос о том, как часто нужно причащаться. На небе будет только этот третий вид молитвы, славословие. Откровение 19.4. Тогда 24 старца и 4 животных пали, поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, Аминь, Аллилуйя. 19.6. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих Аллилуйя. Ибо воцарился Господь Бог Сидержитель. Святой Андрей Критский был порождением своего времени. Внес отпечаток состояния церкви того времени. В это время, как говорят все жития церкви, было теплохладное ладикийское состояние. Это я отвечаю на вопрос, почему я коснулся канона Андрея Критского. Что я там переделал-то? Я сначала описываю обстановку, какая была. Откровение 3.15. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. А ну-ка, прочитай с выражением. Вот как ты понимаешь, Бог говорит. 3.15. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Понимаешь, у тебя на одном тоне считаешь. Так вот, смотри. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Это ваше зрение этого. Да не так, понятно тут. 16. Не то, что мое зрение. Но как ты тепл, а не горячий, а не холоден, то изверну тебя из уст моих. Святой Андрей, как и блаженный Феофилакт, мучился, взирая на своих посомых. И эти его мучения выразились в покаянном каноне, которым он пытался пробудить души людей. В это время в церкви практически всюду господствовала первая часть молитвы, просительная. Из жизни церкви практически исчезла радость спасенного грешника. Поэтому из каждого библейского события Андрей Криньский извлек сток только вопль кающегося грешника, непримиренного со Христом. Этот канон написан практически для оглашенных, для незнающих радости искупления. Во всем его каноне звучит одна горестная струна. Я погиб, но есть надежда, что Бог может меня помиловать. Он перечисляет в каноне такие грехи, о которых в церкви не должно было бы быть и речи. Весь канон его есть реквием на первой ступени, начальной, просительной. И только иногда прорывается благодарность, то есть попытка достичь второй ступени. Когда же он устремляется к третьей ступени словословия, то совершенно никак не связывает это по смыслу со всем каноном с библейскими событиями. По замыслу же возрожденного свыше человека, христианина, согласно духа Нового Завета, его творение должно быть разбито как минимум на три части и по продолжительности растянуто не менее, как на весь Великий пост. Из каждого события и очень часто надуманного он буквально выжимал дух покаяния, применительно к своим слушателям-малейщикам. Хотел ли он того, чтобы этот канон читался первые четыре дня на первой неделе поста весь целиком, разбитый на четыре части? И тем более за раз на одном благослужении, на пятой неделе поста в среду вечером, так называемое марь-настояние. Этого мы уже никогда не узнаем. Если бы это был его замысел, то он был не только неверен, но и порочен. Святой Иоанн Златоуст, только изъясняя заглавие книги «Деяния апостолов», говорит шесть проповедей, каждая из которых продолжительностью около полчаса. Протестант Яль Пейсти составил целую книгу из своих проповедей, посвященных грозному пророку Ильи. Я вот в университете вступительное делал всегда «Царю небесный утешителю». Ну, «Царю небесный утешителю». Прочитай вслух, на память. Души истины, иже везде сы, и вся исполняй сокровища благих. Что ты пропускаешь-то? Сокровища благих и жизнеподателю. Так я еще это не сказал. Ну, ладно, давай. Вы перебили меня. Ну, давай снова начинай. Ладно. «Царю небесный утешителю души истины, иже везде сы, и вся исполняй сокровища благих». Да. Ну, так и еще раз, третий раз рассказать. Третий раз начни. Так так же? Вы мне перебиваете, я правильно рассказываю, мне каждый раз перебиваете. Ну, давай, еще раз. «Царю небесный утешителю души истины, иже везде сы, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселись овны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже душа наша». Пойдет? Ну, что, пояснить, сколько надо времени на это? Молитву эту разъяснить. Кому? Мне? Да, ты. Тебя сказали, ну, разъясните эту молитву, чтобы понятно, что в ней заложено. Ну. Сколько потребовалось бы? Ну, не знаю, по местам писания выбирать, может, бы хватило минут, может, на 10-15 мог бы растянуть бы. Я сказал, 60 проповедей по 25 минут. А, здорово, что сказать. 60? Так меня священник, даже епископ, просят, как это так? Все записано, это у меня все еще целые архивы, нераскупоренные. 60. Я ж только рад их найти тебе. Дальше. «Воскресение Христово». Здесь же в быстром темпе мелькает 204 библейских события, от бытия до откровения, от Адама до Антихриста. Даже зная Библию наизусть, невозможно настроить свой разум на несколько строк, в которых в сжатом виде говорится о Сауле, в других строчках о Давиде и так далее. Вопрошает разное. Если этот канон предназначался для чтения за один раз на одном богослужении, и потом этот канон не читался в течение года, считая, что слушатели, зрители, прихожане, прохожане, ознакомились с содержанием Библии, то этот канон выполняет роль отмазки, что будто бы дело сделано. Все знают Библию. Учитывая то, что как тогда Библии у народа вообще не было, стоимость одной Библии равнялась 20-летнему труду рабочего, и читая проповедь Златоуста, мы совершенно точно можем сказать, что из эти 204 события, вспоминающиеся в каноне, напирающие одно на другое, были народу неизвестны. Стоящие в храме прицеплялись к словам «Помилуй меня, Боже, помилуй меня», как и ныне. Таких ныне в храме 100%, считая священников, архиерея и патриарха. Почему за 1300 лет после составления канона никто из верующих архиереев, богословов, не подверг этот канон такому рассмотрению? Каждое библейское событие несет в себе информацию о том, как это было и как должно было быть. Иначе сказать, из каждого события можно выжать просьбу, первая ступень, благодарение, вторая ступень, и словословие, третья ступень. «Неужели никогда в церкви за 1300 лет не было прослойки людей, примирившихся со Христом, уверовавших в Него всем сердцем, тех, о которых Писание говорит так, филиппийцам 1,21, «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», филиппийцам 2,5, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе и Иисусе» – Галатам 5,20 «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня» – Римлянам 8,15 «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче» – Галатам 4,6 «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче» – «Мы можем попытаться проникнуть в полноту возможного замысла святого Андрея Критского» – Второй канон его мог быть благодарственным, основанным на тех же библейских событиях И третий канон – песнь-словословие, основанный точно так же на тех же библейских событиях Пример Он упоминает об Ионе и Ниневии, о его непослушании Смысл этого события в том, чтобы мы не были такими непокоривыми, такими распутными, как ниневитяне «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не убегал от лица твоего, как иона» «То есть, почему 1200 лет с лишним никто к этому не подошел, к рассуждению-то?» «Трафаретно считается и считается, почему?» «А потому что вы сожгли на костре тут же бы, Игнатий Тихонович» «Только поэтому» «Ну и этот поэтому тоже» «За то, что если вы…» «Ты что, глупости городишь-то?» «Да какой костер?» «Когда молитву возвышать, да это сжигали кого-нибудь?» «Нет, тогда еще вот и ляпнул эти слова» «Да никогда этого не было» «Я не ляпнул» «Я подтвердил Священное Писание, что…» «Я верю, что это так» «Да разве за это могут сжигать?» «Когда это сжигали за это?» «Когда молитву в это время писались» «Писание не знали» «Так, что там дальше» «Воскресный отдых» «А вот это прочитал?» «Да» «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не жил, как эти грешные ниневитяне, не отличающие правого от левого» «Хотя их было 120 тысяч там» «Второй канон на второй благодарственной ступени должен был быть составлен» «И сегодня еще не поздно это сделать» «На те же самые библейские события так» «Иону не поглотили волны» «И буря утихла» «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную» «И ты за эти слова сожгли бы, ну чего ты брякнул-то?» «Ой, сожгли бы» «А теперь ты мог бы споростить, если заинтересованный был бы, не такой же, как они» «И сказать, а почему действительно так?» «Когда, ну прямо понятно, весь канон для оглашенных» «А в церкви что, кроме оглашенных никого не было?» «Я же доказываю это» «То есть безразличие» «Еще надо понять, почему он написал канон-то» «Вообще нету рассуждения ни день, ни 2200 лет» «То есть неталантливые люди» «Вы сам бы только что бы это прочитали, кто бы там знал это все?» «Ну кто писал, тот знал, если 204 события говорит» «Архиереи-то знали, они академии кончали, они были» «Архиереи, конечно, знали» «Да канон-то просто людей-то не составляет» «Почему ни один архиерей, ни один патриарх 1200 лет в это время канонизировали, святые были, все» «Почему никто-то не сделал это?» «Я вот как вопрос ставлю» «Ты какие-то ответы даешь совершенно неправильно» «Дальше» «Так, Неневия обратилась от греха» «Перестали делать зло» «Это в море-то включается» «Твой замысел о них, Господи, исполнился через троптивого пророка» «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную» «Так, этим событием, Господи, Ты подвигаешь нас к благодарности Тебе, что посреди этого бушующего моря Ты хранил нас столько лет и привел нас в познание Тебя, Иисус Христос, через проповедников Твоих, которые донесли до нас Святое Евангелие неповрежденным в истолковании Святых Отцов Православной Церкви «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную» «Если бы они так написали, их сожгли бы на костре» «Я же сам понимаю, что ты сказал что-то не то» «Ну почему тогда Ваш канон до сих пор не читает церкви, раз на такую хороцию» «Да и не знают, и сегодня они противятся еще» «Да батюшка не читает потерявки, причем тут» «Им не надо это» «Не надо это» «Им не надо это» «Сейчас не надо» «Вот она стояла, как старая бляция, лежала тысячу лет, и пусть дальше лежит-то» «Ну в храме-то не оглашенная-то» «Что тут непонятно-то» «Так» «Этим припевом благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную» «Наполнить все 204 библейских события, какие мы находим в нынешнем покаянном каноне Андрея Критского» «Почему за 1300 лет церковь не предприняла попытки подобием нынешнего покаянного канона «Возвести людей на третью степень в словословие Бога» «Чтобы песнь искупленных чад Божиих слилась с песней Херувимов» «Я что сказал не так» «Я сказал, что вы сказали все» «Абсолютно верно» «Дальше» «А он мог выглядеть примерно так» «Господи, ты позволил Ионе бежать от тебя» «Войти в корабль с иностранцами» «Стать зарубежником» «Но потом ты сохранил его в более надежном корабле» «Вочеревики та» «Аллилуйя» «Свят, свят, свят Господь Саваоф» «Вся земля полнославы Его» «Исайя 6.3» «Какое чудо ты совершил, Господи, что целый столичный город» «Так внезапно и скоро ты поставил на колени» «И они, не знающие истинного Бога, призвали тебя» «Смирившись перед тобою» «О, как ты велик» «Аллилуйя» «Свят, свят, свят Господь Саваоф» «Вся земля полнославы Его» «Долготерпеливый и многомилостивый Создатель» «Как любишь ты творение твое, наделенное тобою свободных действий» «Как ты показываешь, что человек, думающий о себе, что он избранник Божий» «Но не проникнутый твоими замыслами бунтует против тебя» «Ропщит и оказывается хуже непокоривее блудного сына» «Возвратившегося в отче дом и теперь» «Нехотячего разделить радость этого возвращения со своим отцом» «Но ты его увещеваешь, чтобы он вместе со спасенными воспел тебя» «Аллилуйя» «Свят, свят, свят Господь Саваоф» «Вся земля полнославы Его» «Припев какой» «Дальше» «Такой воскресной службой» «Воскресное катание» «Это оно не... там был снимок такой, его убрал, а букву не убрал» «Такой длинной службой при чтении канона Андрея Критского, утомительной и не приводящей к сокрушению, шаблонной делается попыткой ввести людей в покаянное состояние» «Но это абсолютно не достигается, а практически такой цели и не ставится» «Эти пяти и более часовые стояния выражаются в словах «отстоял службу» и этим все кончается» «Шаблонно-трафаретный перенос канона и такое монотонно непонятное чтение совершенно не достигают цели», как говорит о том Феофан Затворник, говоря церковнославянском языке «Андрей Критский жил около 660-740-го, архиепископ, преподобный, византийский ритор и гимнограф, автор покаянного великого канона, читаемого на первых и пятых седмицах Великого Поста, был в числе подписавших анафему Шестому Силенскому Собору» «Впоследствии Андрей Критский раскаялся в том, что подписал юридическое определение» «Традиция связывает с этим событием составление его знаменитого Великого канона» «Подобно как и самый покаянный 50-й псалом Давида был вызван его страшным грехопадением» «Покаянный Великий канон, состоящий из 250 тропарей и 11 ирмосов, повествующий о сюжетах грехопадения, покаяния в Ветхом Завете и Новом Завете» «Преступление заповеди Адама, убийство Авеля, Каином, покаяние от среда Вида и бытаря» «И другое» «Отличительные черты канона в Андрея Критского» «Отсутствие акростиха» «Наличие второй песни» «Число тропарей в песне обычно превышает 4» «Песнь может иметь два ирмоса» «Это может быть всего лишь первая попытка к правильному отношению к канону Андрея Критского» «Да и вообще к любой молитве» 1 Коринфянам 10.33 «Так и я, угождая всем во всем, ища не свои пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись» «Молитва — это с Богом разговор, открытый со смирением, с надеждой, прорыв к Творцу всему наперекор» «Так будет, есть и так случалось» «Случалось прежде» «Молитвы все, всего на трех ступенях, от ада до превыспренних небес, всего на трех, рыдание и пение, смертельно раненых и под венцом невест» «На первой широщенной столько хлама, лохмотьев нищеты, проказы мытарей» «На ней священник Мэдзин и лама, все, кто рождается и вздумал помереть» «Просительные миллиарды дай, бесчетные спаси и сохрани, стремящихся попасть сегодня в рай» «Воды кричат и с гневом бьют в гранит» «Здесь все просители, голодные, калеки, отверженные, пленные, в судах» «Кому отказано быть в звании человека, кому родня, безвыходность и страх» «Прорваться, доползти ступенью выше, сподобиться, кто сможет с ароматом» «Здесь благодарность, что Господь услышал, переселил в боярские палаты» «Благодарение, проповедь, рассказы о милости о тех, кто помогал» «И горе тем, кто не зашел ни разу ступенью выше, как на пьедестал» «На третьей херувимской пренебесной одна хвала, всегда лишь Аллилуйя» «Себя проверив, скажем прямо честно, здесь чаще блудницы Спасителя целуют» «Здесь нет желания что-то изменить, просить, благодарить, одно лишь пение» «Для этого, страдая, стоит жить, подняться выше первых двух ступеней» «Второе, пятое, ноль третий год, Игнатий Лапкин» «Так, смотри, 36 строчек у меня в каждом стихотворении, 36 раз открыть надо Библию» «В мировой практике никогда не было, нигде, ни в одной стране, почему ни у кого не было» «Вот, заметь сколько, все до одной строчки помещены местом Писания, откуда взято» «И все говорят, как красиво выглядит, и даже некоторые начинают сейчас подражать» «Ну, тречь-то идет о 7500 лет, и ни одного стихотворения в мировой литературе нету» «А это что, случайно?» «То есть они себя не выгоняют в прокрустово ложе священного Писания, причина-то одна» «И Писание не знают, но самое популярное кто?» «Ну, Уильям Шекспир, скажем, Пушкин, дальше назовем там» «Григория Нарекотси, тут есть Хаям, тут можно найти кого-то» «Ну, почему никто? Ни разу, нигде» «Ну, если я не знаю, откуда не знаю, мне просто сама рука выводить начала это» «Я не поэт» «Дальше» «Так, четверть канона Андрея Критского, 23.02.2015 года, понедельник» «Дальше» «Тарая часть канона Критского, тоже 2012 года, и третья часть канона Андрея Критского, и четвертая номер канона Архиэндрита» «Вот все откуда взять? Вот именно так название идет, а дальше адрес ее здесь интернетный» «И после канона Андрея Критского, среда» «Берегите детей», «О великом каноне святого преподобного Андрея Критского, начало» «Вот здесь, то есть я по-другому объясняю, показываю, тут год какой, уже другой год, молились, дальше» «Тоже, сейчас вторая, вторник, о великом каноне, сейчас третья, среда, и вот как именно, канон четвертый, четверг» «Так, чтение канона Андрея Критского, как? Дальше» «А мы только из храма пришли, полный канон Андрея Критского сегодня читался, самая длинная в году служба, около 500 земных поклонов было, и пели много, слава тебе Боже наш, слава тебе, на душе ликования» «Обычно Марье настояние в среду на пятой неделе Великого Поста, но в связи с тем, что в среду вечером, на вечере, на благовещении Пресвятой Преснодевы Марии, так вот указано совершать» «А мы и молитву Ефрем Сирина, Господи Владыка живота моего, делаем на 16 земных поклонов, по старому уставу, нам так нравится» «А у меня на стройке заработано три позвонковых грыжи, и одну вырезали, теперь кланяться в землю могу редко, иначе сползает позвонок, и тогда уже не встать» «Голубя, что-то рассказывает, дальше, ну и дальше, канон Андрея Критского, я тут не знаю, за какой год, еще раз показываю, более позднее, ранее, вот она, Покаянный Андрей Критского, Андрея Критского, тут разное взятое, в Киево-Пещерской лавре, Андрея Критского еще, там с Патриархом где-то, я все взял, дальше, пишет мне сегодня, кто, слушай» Владимир Петеримов пишет «Знаешь, Игнатий Тихонович, хотелось бы встретиться с тобой, так все в жизни переменилось, да не в этом смысл, конечно, спасибо тебе, хоть помирать тебе скоро, за воспитание в лагере, пригождается в жизни иногда, сколько людей не встречаю, все пригождается, ладно» Владимир Петеримов пишет «Не знаю, что, но вот эти, которые вокруг, не понимают тебя, а понимают только тот, кто от тебя с молоком матери тебя впитал и слушал не через YouTube, а реально» Владимир Петер «Слушает, слушает» Владимир Петер «Реально, мне сын Петр говорит, что знает тебя, что ты хорошо говоришь» Владимир Петер «Слушает, просто там» Владимир Петер «Мир, Игнатий Тихонович, у меня получится через, а у меня получится через Евангелие с толкованиями не только изучать само христианское учение, но и жить словом, то есть плавать в Евангелие Владимир Петер «Слушает, очень я ревную по слову, по библейским образом, даже когда буду встречать недоброжелателей, буду терпеть, как раз то японское конзё, о котором вы неоднократно ранее говорили, взирая на образ Христа, а из Ветхого Завета терпением можно поучиться у царя Давида Владимир Петер «Слушает, просто, почему я этот вопрос задаю вам, так как ранее мне терпение давало слово в Библии, без толкований, оно наполняло меня, и я был свободный от всякого рода предрассудков, дурных помыслов, слово наделяло меня мудростью, и я каждому мог ответить сполна, без грубости Теперь я хочу всё это повторить, только уже в церкви со священством, но нужно знать, как быть лучше, должна быть золотая середина Ну что ж, буду терпеть, теперь жить с Библией, с толкованиями, я же не еретик, а галтелый, я православный христианин, церкви православные, а то мало ли чего мой ум извратит Единственное, был бы очень рад, если бы вы поделились со мной толкованиями на Ветхий Завет Виталий Калиников Ну это вот даже, мы читали это Ответ Не сделаешь ролик про себя, хорошая идея, Борис, отвечает ему, дальше Это у Агна Да-да Отправили запрос, в чём причина, Сергей Игнатов Мир вам, когда я был в посёлке Потеряевка, то из общения с братьями узнал хорошие отзывы о пребывании Виталия Калиникова Хотя к нему была применена воспитательная мера реагирования за элементы своей воли На его опыте я тоже воспитывался и как будто побывал мысленно в его положении, смиряя себя как Колесников Никита Слава Богу за нашего наставника во Христе, с которым хотя и трудно жить, но спасительно для души грешника, как я Дальше Игнатов Спаси Христос, Господь воистину слышит наши молитвы Давно желал прочитать канон Андрея Критского на понятном для ума русском языке Ну я выслал каноны всё это Евгений Трапко Ревностные слова в защиту православия Хотелось бы, чтобы не только на словах звучало, но и на деле показано было Евгений Трапко Матфея 23.3 Итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте По делам же их не поступайте, ибо не говорят и не делают Всякая ереси греху Анафема Отлучение от церкви Евгений Трапко Ну или ещё Это возглас анафема обозначает Да будет под проклятием Наталья Усатая Очень правильно говорит Да ещё армянский священник и по-русски А вы, Евгений, думаете, что нет хороших священников? Хорошо бы поговорить с ним о крещении с полным погружением Какого мнения этого священника? Армянского Сартисон Мнение священников о крещении с полным погружением у всех правильное Да вот только делать не хотят правильно и не делают Евгений Трапко Он не крестит вас, потому что вы не армянка И в армянской церкви не крестят полным погружением На мой взгляд, армяне очень национализированы Варятся сильно в своей национальности Он тут же вас отошлёт в русскую православную церковь в Иерусалиме Узнав, что вы русская православная русская национальность Не имеющих корней по крови с армянами И муж у вас не армянин Вам туда нет пути, как священник он привлекает Во-первых, своим нетронутой бородой Не то, что некоторые армянские священники Многие из них с выщипанными бородами Выщип И сам по себе он видно достаточно открытый Но туда нет пути Там только для армян Или имеющих связь с армянами через брак Наталья Усатая Именно это и хотелось бы узнать Сам священник делает с погружением крещение Евгений Травко Полным погружением там не крестят Перед ним щашка стоит Он руки туда опускает, две руки А потом поднимает, даже воду вообще не возливает А мокрыми руками обтирает её лицо и всё Посмотрите их крещение в ютубе На территории России и Украины Как они крестят своих земляков армянских Наталья Усатая Это знаю, но может он исключение Да Армянская апостолическая церковь Напрямую связана с национальностью Название это армянская И они как народ держатся вместе Поддерживают друг друга Не то, что украинцы Приедут в другую страну и боятся Хоч бы никого не зустри в земляких Хорошо написано А у грузин, армян, евреев В сплочённость Если в район переехал новый грузин Его сразу Вах Геноцвали, друг мой, семья Ах, вах Геноцвали Геноцвали Все это, друг из меня Дальше Евгения Травко Не думаю, что он будет вам делать исключение Они-то сами крестят омовением только Наталья Усатая Надо же, все церкви Да и ещё какой патриотизм Анастасия Женя, православные тоже крестят полным Не крестят Не, почему-то выбрасываешь Ой, пропустил, пропустил Вообще удивительно Я просто Ну да Православные тоже не крестят полным Полное погружение Это редкость Особенно для взрослых Так само мочат Обливают Но у них хотя бы разлада нет А у нас не могут сойтись во мнениях Одни считают крещеными Другие под зарез отвергают Под зарез Хорошо Евгений Травко Узнает, что вы были крещены Так как были через обливание Он не согласится Тут же вас отправят в русскую православную церковь Для выяснения крещения Да и вы не армянка Он не будет вас крестить У них так армянская церковь для армян А русская церковь для русских Только вот РПЦЗ Монастырь Елеонский принимает к себе Монашек разных национальностей Арабок, румынок, украинок И своих русских Там не важно Какой национальности Должен быть православным И любить русскую православную культуру И учить русский язык Как связь в православной России Там тоже обязательно Но национальность не влияет У армян национальность армянская Прежде всего начало и конец Анастасия И не знаешь Побывал у армян Не знаешь Не знаешь Там не отбросил, а здесь вставил Вот у тебя давно Это тоже внутреннее состояние Перепутался, да И знаешь Побывал у армян Я себя чувствовала прекрасно В дружелюбной обстановке И отсутствие армянской крови Никак не отразилось В отличие от наших Украинских МП православных Которые толкнуть могут Со словами Нагло отойди Веселые бабушки Наталья Усатая Правильно, Анастасия В этом я убедилась Живя в Греции И тут же в Германии Но очень расположены к русским Нам этого не хватает Семья моего мужа Все говорят по-армянски Все говорят по-армянски Здесь дружат Вместе с армянскими семьями Анастасия Женя, ты это проверял Или узнал Что не армян Не крестят Евгений Тропко Давайте мы будем трудиться В нашей русско-православной церкви К другим ходить не будем Анастасия Просто я не знаю Зачем русскому К армянам вообще идти Дело не в национальности А просто в смысле Это и язык И культуру нужно изучать Мне, например, чужда Русская культура Потому мне было бы одинаково К чьей культуре привыкать Помеха, разве что язык Хорошо, а я тружусь В украинской православной церкви Евгений Тропко Если крестят в армянской церкви Это означает, что крещаемый Становится частью армянской церкви Армянского народа У них церковь и народ взаимосвязаны Анастасия Да Была бы армянка Пошла бы в армянскую апостолическую церковь Тропко Поэтому, если ты не принадлежишь К армянскому народу То как можешь быть частью И армянской церкви Анастасия Но, если бы была итальянкой К католикам бы не присоединялась Вот они меня пугают Думаю, можно Но это бессмысленно Наталья Усатая У нас тут тоже есть армянская семья Мы с ними дружим Много им не помогли С документами И во время родов И в лагере Тоже я познакомился с хорошей семьей Благодаря этим семьям Так как они христиане Тоже То у меня Обстановка в семье Намного легче Если что Прошу у них помощи Даже советам Никогда не откажут В отличие от русских Что очень печалит Евгений Травко Давайте мы не будем Принижать Русско-православную церковь Потому что Она нам ближе всего И по языку И по культуре Вы там живете Остребитесь куда-то В чужие нации Армяне бы с вами С вас удивились Это как армянин Будет стремиться Бежать от армянского народа Это как? Уже старобрядство Чтобы куда-то пошел Да никогда А у нас свободно Уходят один за другим Это в народе такое Здесь крещение приняло Все Гляжу Галя пошла оттуда А сейчас Галя Силина Ходит к старобрядцам А зачем? А вот это пение Заунывное Мне нравится Ну понимаешь Такая дурость Даже не выскажешь Наталья Усатая Когда Пасха Эти семья Приходят к нам И поздравляют И приносят Много угощений И сырья Не аримая Тоже Что там название? Анастасия Женя Я не русская Я не стремлюсь Ни в какие нации Потому что Мне уже Никакие не близки В паспорте Одна выросла В другой Я не чувствую себя Никакой национальности Кроме христианской Присоединяюсь И принадлежу К украинской Православной церкви Потому что Живу в этой стране И священник Мне очень нравится Евгений Трапко Чтобы повысить статус Русской православной церкви В вашей голове Я отсылаю вас В историю РПЦЗ За границей Во время Советского Союза Какие там были Русские православные Высокого духа А сколько людей Других национальностей Привели в православие Например Серафим Роуз Американец А армянская церковь Что-то подобное сделала Как делала РПЦЗ А армянская церковь Что-то подобное сделала Как делала РПЦЗ За границей Во время Советской власти Конечно нет Она и не могла сделать Потому что для своих только Наталья Усатая Хотим мы или нет Но смешаете народов и кровей Неизбежно Сама жизнь показывает Да верно говоришь Даже живой пример Игнатия Тихоныча Евгения Тропко Ну и я смешанный Ну и я смешанный И что Но если надо Буду самым настоящим русским На всю вселенную Если надо будет Отстоять русское православие И его значимость В православном мире А для евреев Сделаюсь евреем Если надо Будет Чтобы обратить Кого из обрезанных православия Наталья Усатая Поддерживаю И тоже Так же Что есть У нас И святых отцов Нет ни у кого Анастасия А я не буду Не вижу смысла В том Чтобы отставить Национальность церкви Мне чужды Вывешенные Флаги России У христиан Так же Как и израильские Хотя у меня Вся стена Увешена И герб Израиля И шнирсон И бешт Даже не знаю Что хочешь Кому и что Этим можно доказать Наталья Усатая И центр Православия Во всем мире Это все таки Россия Анастасия Стать для всех Всем Это другой вопрос Он даже Не национальности Касается А знаний Умений И дарований Наталья Усатая Верно Анастасия Анастасия Игнать Тихонович Русский Но для меня Он говорил На моем языке Если бы он был Салоедом Безбородым Не знающий О субботе Я бы выключила его Еще на первых минутах Видео Вот так Валентина Сартисон Вот откуда Если Как она меня узнала Вот там 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 А тут спорят Буду есть свинина Все равно А рядом под Богом Два миллиарда мусульман Да какой же ты После этого Валентина Сартисон Смешение Кровей и народов Недопустимо По крайней мере Очень нежелательно Мы помним Как в Ветхом Завете Ездра отделял евреев То Смешанных с ними Сейчас Анастасия Меня это поймало На крючок Так сказать А сейчас Уже понимаю Смысл многого И когда В храме На Рождество Желали побольше Шкварок Салой колбасы Ну что ж Мозг в порядке Наталья Усатая Слава Богу за все Валентина Сартисон Там где стоит То Следует читать От Вот она меня тут говорит Анастасия Это опыт И пример То На что нужно ловить Дать человеку понять Что церковь Это его Преподнести человеку То что ему близко Практикую с Божьей помощью Общалась С женщиной Из моей бывшей общины Рассказывала ей Комментарий На недельную главу Торы О прообразах Прообразах Человек с восхищением Слушал А в конце Вот это у тебя мысли А я говорю Это не мои Это первый христиан Проагнца Это Климент Александрийский Имя конечно Человеку Сразу Режет слух Если бы это сказал Изя Рабинович Звучало бы Авторитетней Но это же вопрос Про квашенных мозгов Девчонки Рассуждают Евгений Тропко От чего мы вообще Начали разговор С того что Рубянская церковь Слабо приспособлена Вмешать В свою церковь И другие народы И исключение Делается для Смешанных браков Там уже Ничего не поделаешь Семью же Не разделишь На две части Но мы видим Как РПЦЗ За границей Вмешала в себя И другие народы Притом Давая им Любовь И к русскому языку И к России Как их связь С православием Мы видим Насколько Серафим Роуз Тепло И горячо Отзывался О России Как он знал Хорошо Русских Православных Просветителей Таких К примеру Как Тихон Задонский Не то чтобы Мы тут пытаемся Возвеличить Русское православие И унизить Армянскую церковь Пытаемся Рассудить По плодам И делам Но Если Армянская церковь Утрудилась Много Среди других Национальностей Могла их обращать К Христу И в своей лонной церкви Среди других народов Пусть покажет На делах Да ничего не покажет Наталья Усатая Советую прослушать От такого учения И люди Непонимания Кого слушать Беседую здесь С другими Русскими Прихожанами О полном погружении И верят они Батюшке Евгений Трабко Русский Православный народ Наиболее Сильно Начинает Выражать Своё церковное Православие Именно за границей В изгнании Одна из Сильно Богословских Школ Была создана В Париже Под названием Свято-Сергиевский Православный Институт Один из Учеников Этого Института Оказывается Юный Александр Шмеман Которого Мы все Очень хорошо Должны знать Вскоре Александр Шмеман Переселяется В США И там Он будучи священником Пишет много Богословских Книг О церкви Литургии И так далее Далее Вскоре В 80-х годах К Александр Шмеману Приезжает К нему Домой Питер Гвилквист Еще будучи Протестантом В поисках Православия За советами Вступления В лоно Православной Церкви Питер Гвилквист Написал книгу Возвращение Домой Две тысячи Протестантов Он был Среди них Один из Лидеров Этого движения А это один Из примеров Как русское Православие Вмещало в себя Другие народы Помогало им Стать будущее Не русскими Но под Национальности Православными Христианами В нашем Сообществе Тоже есть Пример Райхан Загидулина Стала Рахиль Вошла В лоно Русской Православной Церкви Будучи Совершенно Не русской По национальности Рахиль Обращенная Православием Из Игнатия Тихоновича Валентина С Артисом Батюшки Многими словами Искусно Оправдывают Свой грех Неправильного Крещения А Писание Говорит Что Иисус Крестившись Вышел Из воды А раз Он вошел То это Означает Что он прежде Вошел в воду Нам ли Это не Свидетельство Православие Не имеет Национальности У нас В храме Стоят Греки Сербы Грузины Евреи Чувашка Поляки Молдаване Немцы Другие Все православные Анастасия Да Слава Господу Что в нем Нет ни армянина Ни грека Ни еврея Ни русского Все во всем Бог Рустам Игнать Тихонович Сколько много У вас любви На всех Самотрещения Ради Христа Терпения Плодов У вас много А мне за себя Стыдно У меня этого Ничего нет Буду молиться Чтобы не оказаться Пустышкой Быть хорошим Сосудом Господа Слава Иисусу Христу Вот это Только то что Сегодня ночью Я взял у них Из их разговора И хотел показать Наши ресурсы Хотя бы кратко Это мой мир Самый любимый Сюда можно писать Почта Здесь все Второе что у нас есть Это очень большой Православный форум И третий Это вот Сейчас я покажу Православный Видеоканал Вот Видеоканал Это сейчас уже Ставится Под замками Все Вот я сейчас покажу Там в администрации У нас работают Модераторы Я закачиваю Не все Только то что Очень срочно Где-то нужно И вот Выставили Ролик Интересный Вчера Я сейчас включу его Чтобы показать Наш ролик Включи там Звук И чудотворения Также разные 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 дары Я думаю Что Один из даров У Игнатия Тихоновича Который наградил Его Господь И Как этот дар Сыграл В моей жизни Этот дар Вот Я бы его Назвал Как он Как приоткрыватель Церкви Вот он стоит У двери У двери У двери Церкви И он Открывает Людям Как бы Входите Вот это Большой ролик Больше Полтора часа Вот Вчера Составил Это Ну не я Я и не заказывал Еще заказывать буду А Это Виталий Калиников И вот Они с ним Теперь беседуют И там Гилкин Всех этих Показывают Благословен Благословен Господь Сегодня у нас Много Было Вот Надежда Васильевна Считает Никита Андреевич Ты не обиделся На меня Что я тебя Засон А вы не обиделись Навин Тихонович Да нет Я тебе Тоже нет Как можно Не ждать Христианское чувство Затавут Говорить Ты бы Только Одного не хватило Что ты осознал Сказал бы Меня с этой должности Не убирайте Ты вот Мне всегда звонишь Утром Когда тебе нету Я тебе Кроме благодарности Что могу сказать Ни разу не забыл Даже не похоже На тебя А вот так Однако Научаешься Все Отошел А Володя Там на кухне Как всегда Щебарничает Готовит Сегодня вторник Андрей Криско Вторая часть Будет читать Так Кошек Выпустите Кошек Открой Голубей уже Загнали Голуби Там сидят Так Маленько Сам в сторону Встань Чтобы видно было Как вылазят И постучи Палочкой Они выйдут Так Открыть По сторонам Посмотрела Тогда выйдет До чего Осторожно Это Паля Теперь мамка Ее вылезла Обратно Вот она пошла Ну все На этом